Давайте поговорим на тему первоприданного и какую одежду для малышей удобнее всего использовать в первые месяцы. Ну, хорошо, когда есть какой-то комплект, он обязательно есть, конечно, на выписку, на праздник, на день рождения, вот такой вот плюшевый, приятный. Но для повседневной носки для дома такие костюмчики не самые удобные. Я отдавала предпочтение всегда хлопчатобумажным полностью. Для зимних деток он может быть с утеплителем, с таким. Ну, вот, ножки первые три месяца хорошо, когда закрытая вся одежда, с носочками не очень удобно, носочки слазают, носочки хотела показать, вот, очень мне нравятся вот такие носочки, но они коротковатые, когда малыш подвижный, и если малыш подвижный, то они спускаются. Поэтому, особенно девочкам, я всегда надевала высокие беленькие гольфики, это симпатично смотрелось с бодиками, и они хорошо держатся. Вот, теплые носочки, либо махровые, либо, если сами вяжете, там, из шерсти мериноса, вот, хорошие теплые носочки для новорожденного, для малышей я в продаже, честно говоря, не видела. Только махровые, то есть хб, с макрушкой внутри. Итак, поговорим о ползунках и о комбинезончиках. Вообще, я большой любитель именно комбинезончиков. Саша на видео вначале у нас комбинезончик на замочке, чем они мне нравятся. Вот этот мы носили уже после трех месяцев. Что даже ночью я замочек расстегиваю, быстро ребеночек переодеваю и застегиваю. Минимум движений и удобно. Многие считают, что вот кнопочки или замочек может мешать малышу, когда он становится подвижный на животике, когда он переворачивается. Ну, честно говоря, дискомфорта не было замечено. Больше дискомфорта о том, что вот смотрите, какая красивая мальчика, мы ее любили, мы ее носили, но она через голову одевается. Мне вот дети не давались всегда одевать через голову. И поэтому для младшего возраста, пока ребенок там не сидит, еще не ходит, у нас практически такой одежды не было. Там один-два экземпляра. В основном одежда вся была на кнопочках, не на пуговичках, да, и на замочках. Давайте посмотрим, какие бывают замочки. Вот здесь замочек идет по косой. Сейчас я покажу еще такой же кабинетчик, похожий. Очень красивый, он еще смотрится на ребенке, как будто отдельно кофточка, отдельно штанишки, он немножко расстегнут. Вот он идет вообще сбоку. Смотрится красиво. Да, он в принципе удобен, но для меня, как для мамы, одеть ребенка быстрее, вот эту ножку неудобно сюда просовывать. Удобнее, когда кнопочки идут посередине. Вот, именно не наискосок, не на боку, а посередине. Вот этот на выписку использовался костюмчик, да, он в принципе удобный, он посередине, но здесь как-то неудачно кнопочки расположены, то ли из-за того, что их больше. То есть ребенка на праздник можно одеть, но ребенку было неудобно одевать, ну, за счет их количества. Вот такой вот бодик к ним шел, тоже для новорожденных не очень удобен. Бодики я всегда предпочитала, чтобы тоже кнопочки были посередине, чтобы ребеночка положить, как на пеленочку, и одеть. Вот очень удобный бодик. Еще обратим внимание на качество трикотажа. Вот здесь трикотаж, хоть он рифленый, он очень нежный, максимум комфорта. Вот здесь трикотаж, он очень качественный, но плотный. Вроде бы комплект такой, знаете, летний, с короткими рукавами, но, как выяснилось, что в жару он не годится. То есть, ну, не самый оптимальный вариант. Итак, заострим внимание на распашонках и бодиках. Классические маечки, то есть даже с длинным рукавом, который вот с кнопочкой, да, они хороши, но не для малышей. То есть, это точно после полгода. Ну, во всяком случае, как бы вот, я не с одним из четырех детей такие маечки не использовала. Говорю за себя. Вот такие вот распашоночки. Вот они, может быть, удобно, что здесь есть антицарапки. Если хотите, открытые ручки, если хотите, закрытые. Вот так они застегиваются. Честно, у меня это куда-то постоянно у ребёнка сползало, и, наверное, больше был дискотек с комфортом, чем у каких-нибудь кнопочек на животике или ещё где-то. Тоже использовали, но по минимуму. Вот. Вот такой нам достался комплект по наследству. Интересен тем, что он может использоваться как распашонка, а может быть, как комбинезончик. Вот такая смешная расцветка розовая для девочки. Пользовались, но использовали только как бодик. Так, и ещё бывают такие вариации даже в костюмчиках для самых маленьких. Вот такие кофточки, как-то маечка, да? Сзади кнопочки. Во-первых, ребёнок маленький лежит всё время на спинке, кнопочки сзади крайне неудобно. Как туда ребёнка поместить полуспящего, например, я не знаю. Здесь ещё и длинные рукава. То есть из всех вариаций, кроме вот таких комбинезончиков на кнопочках, которые полностью открываются. Вот были вот ещё такие кофточки. Спереди закрываются. То есть когда ребёнок, например, лежит в подгузнике или даже без подгузника принимаем воздушные ванны, мы одевали вот эту кофточку. Три кнопочки, ребёнок готов. И она полностью тоже открывается, как пелёнка. Итак, по верхней части детской одежды. Во-первых, всегда обращала внимание, чтобы ребёнка маленького можно было положить на спинку и одеть с минимумом каких-то операций, да, усилий. Это первое. Во-вторых, обращала внимание на качество трикотажа. Вот сейчас покажу, я не знаю, на видео, наверное, не видно. Вот такой бодик. Это одна и та же фирма, да? И вот такой бодик. Этот рифлёный, довольно плотный трикотаж, а здесь очень нежный трикотаж. Даже, может, видно, что он замяг, да, вот после стирки. Я предпочитаю максимально тонкий трикотаж, чтобы ребёнку было комфортно на нежной коже. Но, опять же-таки, вот этим бодиком мы тоже мало пользовались. Хоть здесь и есть вот такие открывающиеся популярные плечики, не всегда удобно ребёнку туда поместить. То есть, отдавала предпочтение тем, кто на кнопочке. Это первые наши бодики. Насчёт комбинезончиков. Комбинезончики тоже всегда отдавала предпочтение те, которые идут полностью, расстёгиваются, кнопочки идут посерединке. Ну, если вам принципиально, обращайте внимание, знаете, на что? Обращайте внимание, если антицарапки, это на первые месяцы, да? А на ножках, вот здесь вот удачно ножки сделаны, то есть ножка не вылетает. Бывает ножка, сейчас вот покажу, этот комбинезончик тоже на этом, на резиночке. Нежная-нежная тоненькая резиночка, но это вот в более старшем возрасте мы использовали. Вот он на замочки. Замочек полностью расстёгивается. Вообще, самые-самые удобные комбинезончики, как оказались. То есть, сзади резиночка, ножка никуда не вылетает. Замочек для сна, днём для дома идеально. Кстати, для посещения поликлиники тоже. А вот, здесь вот удачно стопа сделана. А бывает, я даже, наверное, вам такого не покажу. А, нет, покажу. Хотя этот комбинезончик тоже не самый плохой вариант, но хотя бы, чтобы было понятно, извините. Такой уже бывалый. А вот ножки вот такие широкие, вот из широких ножек, не зауженных, когда ступня. Ножка, бывает, вылетает, особенно у новорожденных. Поэтому обращайте внимание, чтобы, не знаю, какую-то лекало было, как носочек, что ли, здесь. Вот этот, извините, случайно здесь оказался. Вот этот комбинезончик, вот, мне кажется, неудобен за счёт того, что у него кармашки или всякие элементы, в том числе вышивки, бывают спереди. Мне кажется, деткам неудобно лежать. Итак, желательно, чтобы кнопочки или замочек у нас были. Если кнопочки, что они идут посередине, есть пяточка. Для первых комбинезончиков есть антицарапки. Кому надо, мы антицарапки не использовали. Я всегда вообще деткам рукава заворачиваю, ну, потому что ручка и в рот уже потом идёт, чтобы, если ребёнок не спит, чтобы было удобнее. Дальше. По поводу бодиков и распашонок мы поговорили, а по поводу штанишек нет. Очень часто в комплектах и дарят, вот, бывают такие штанишки на резиночке. Мы тоже их не использовали. Мы пользовались только комбинезончиками, и вот было несколько у нас таких пусунков, которые с бодиками мы использовались. Но несколько штук у меня дома есть. Вот эти удачно, то, что у них резиночка свободная, не тянущая. Эти вот с открытыми ножками, когда мы какие-то занятия там делали, на высокой резинке оказались удобные. Вот. Тоже свободная резиночка здесь хорошо очень. Она маленький возраст сделана. Для ступней, чтобы ножка не вылетала. И, по-моему, где-то ещё одни есть тоже на широкой резинке. Вот на такой, да? Ну, вот у меня, детки, сначала маленький ребёнок, ему неудобно, потом начинает двигаться, ползать. Я практически не пользовалась штанишками. То есть вот с четвёртым ребёнком мы их не использовали. Использовали только комбинезончики. По поводу шапочек. По поводу шапочек. Вот наша любимая шапочка. Просто трикотажная шапочка, которая одевается на голову. Ну, вот это зимний вариант, не осенний, да? На флисе. На завязках. Вот. И первое вот с рождения у нас была вот такая шапочка. Точно такая штука. Здесь вот какое-то украшение. Шапочки бывают разные. Ну, во-первых, вот здесь может быть не такой сложный вот заворотик, да? Не знаю. Я предпочитала, чтобы никакого заворота не было. Ну, чтобы максимально легко она сидела на голове и сзади, чтобы не было никаких там лишних резинок, элементов. Вот. Вот такие шапочки классические. Если вы боитесь, что ребёнку надуют в ушки, то да. Но, в принципе, нам завязки были не нужны. Дети в этом возрасте не снимают шапки, они никуда не съезжают, не использовали тоже. Ну, вот. Такого плава ещё есть. Резиночка сзади. То есть, мне вот кажется, что она... Ну, что это ребёнку дискомфортно. То есть, тоненькая трикотажная шапочка, швы наружу, минимум всяких элементов оптимально. Так, так, так. Мы обсудили. Вот ещё бывают такие смешные шапочки. Вот эта, кстати, нам нравилась. Но мы быстро из неё выросли. И немножко мешает этот красивый колпачок. Так, шапочки мы обсудили. Вот. Бывают ещё спальники такие слипы. Сейчас я покажу. Во-первых, бывают ещё комбинезончики с закрытыми ножками на младший возраст. Ну, не знаю. У меня, детки, сын активно на животике лежал. И как-то вот рано двигаться стали. То есть, мы использовали такой вот один с закрытыми ножками с рождения. Я не могу сказать, что они мешают, дети, когда спят. Может быть, у меня такие дети были, что как бы хорошо спали. Тоже практически он не нужен. Но один. Попробуйте с рождением ребёнка. О, куда-то я делала. Спальник, спальник, спальник. Только сегодня обсуждали с одной мамой. А, вот я нашла. Вот они вот такие бывают на замочке. Сейчас, извините. Когда и ручки, и ножки там внутри. Вот. Вчера даже обратила внимание в мамском чате. Многие отдают, не использовали, не использовали. То есть, вот когда-то такие специфические вещи покупаете, на самом деле, купите один, попробуйте, нужен ли он вам. Вот. Нам они, а как? Моим детям они были точно не нужны. Это не мои. Комбинезончики, поэтому просто решила показать. По поводу ещё раз бодиков. Дома мы вот очень часто используем, даже в зимнее время, вот такие с коротким рукавом. На что я обращала внимание. Так, чтобы были кнопочки, чтобы... И сейчас нам удобнее. Нам скоро 6 месяцев удобно только кнопочки. Вот. Представляете, вот этот бодик надо надеть. Он от красивого костюма, такого праздничного. Через голову. Ещё вот у него такие рукавчики красивые, да. Всё это, конечно, замечательно. Но это лишние складочки какие-то. Неудобно. Ну, вот удобно, что здесь есть антицарапки. Есть всё остальное абсолютно неудобно. Так. Всякие вот такие штанишки. Мы их на самом деле любим. Но в возрасте, когда ребёнок, наверное, уже сидит, когда ребёнок уже активно передвигается, вот. Да, они удобны. Но потом. Точно не до 6 месяцев. Так, 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 так. Что у нас ещё здесь есть? А, папа... Вот есть вообще такой вариант. Ножки открытые на маленький возраст. Ножки открытые. Здесь это... Комбинезончик одевается через голову. Ну, вот такие вещи покупают родители, которые считают, что если застёжка у нас спереди, то она очень дискомфортна ребёнку, когда он лежит на животе. Может быть, есть в этом доля логики. Но, честно говоря, удобнее, когда застёжка всё-таки спереди, чтобы ребёнку не мешать. Следов она не оставляет. Одевать вот такую очень сложно. А вот ещё нашла ещё очень хороший бодик с короткими рукавами. Три кнопочки всего, представляете? Если даже, ну, там, ребёнок швы наружные, вот, здесь очень тонкое всё, очень приятный трикотаж. Здесь тоже всего три кнопочки. Даже можно ребёнка застегнуть, а где подгузник потом. Это удобно. Кстати, наши бабушки и дедушки, когда нас воспитывали, да, вот были вот такие очень раритетные... распашоночка. Вот. До сих пор многие родители обращали внимание и пользуются. Почему сейчас практически не производят из очень тонкого хлопка. На жару замены не и нет. Обратите внимание, здесь вообще никаких застёжек. Ребёнка клали, как на пелёночку, да, и вот так вот закрывали. Вот. Никаких распашонок раньше через голову, как сейчас придумали, трикотажные маечки не было. Так-так-так-так-так. Ну, вот, кстати, уже показывала я, по-моему, такую распашонку, когда одна кнопочка всего, и она крест-накрест, да, и одна кнопочка здесь. Пользуются родители, кто пользуется штанишками. Ну, не знаю, у нас это всё съезжает на животе ещё больше на спине. И в итоге хуже, чем... Абодик, он хорошо сидит по фигурке, он никуда не уползает, не образуется складочек. Так. Вот на новый ещё пока не использовали. Вот отличный вариант. Мы его скоро будем носить. Есть 7, может быть, 8. Открытые ножки уже на старший возраст. Замочек, тонкий трикотаж. Это уже после 6 месяцев. Так, так, так. Сейчас, секундочку, я соображу. Очень смешная одежда для новорожденного. Представляете, в него такая мальчика. И шли ещё очень узкие штанишки. Ну, наверное, кто-то это. По поводу нарядов для девочки, для дома. Мне всегда нравились маечки с какой-нибудь оборочкой. Можно одеть какие-то штанишки, да. Вот. И смотрится даже с подвозником, как платьица. У меня у деток был ещё вот такой бодик, широкенький. Вот за счёт вот этих вот оборочек одеваешь просто, вот для летних деток идеально, под подвозник. Кажется, что ребёнок даже не в бодике, а в платьице. Вот такой ещё у нас был. Ну, тут даже с кармашком, как же. Вот, на шесть месяцев. Вот мы зимние, но вот несколько у нас таких нарядов. Мы используем их как платьишки. А, да-да-да. И ещё есть комбинезончики вот такие вот. Закрытыми ножками. Здесь с открытыми ножками. На пять-шесть месяцев, да. Здесь тоже всего четыре кнопочки. И вот здесь его легко одевать очень. Вот. Очень мне понравились. Раньше у меня не было таких комбинезончиков. Когда на ребёнке кажется, что у него одеты штанишки, а сверху кофточка. Хотя этот комбинезончик, он цельный. То есть очень красиво смотрится. И по поводу... Ну, куртки мы обсуждать не будем, а по поводу осенних комбинезончиков. или одежду под плотный зимний-осенний вариант. Тоже вот флис снаружи, замочек, трикотаж внутри. Оптимальный вариант. Очень хорошо, если ручки открываются. Вот. Так, наверное, наверное, всё. Наверное, наверное, всё. Вот очень известного английского бренда, который многие в России любят и любили. Раз, два, три, четыре, пять. Максимум пять. У них обычно даже четыре кнопки бывают. И здесь. Здесь не все кнопки можно открывать. Это просто очень бывалый костюмчик. Вот. При этом качество трикотажа удивительное. Не испортилось. У нас осталось такой же мягкий, не как бывает. То есть ручки закрываются, если это вам необходимо. Удобно, если эта функция есть, если вы зимой потом идёте или осенью куда-то, то есть подъёмы, допустим, не одеваете, да, что ручки там закрыты. Минимум кнопочек посередине. Мягкий трикотаж. Вот. На более большой размер того же производителя. Раз, два, три, четыре. Удивительно, тоже пять. Пять кнопок. То есть, если вы видите очень много кнопочек и пуговиц, подумайте, что вам это будет неудобно. Так, так, так. Ну, наверное, всё. Не знаю, что ещё. Вроде всё рассказали. И в конце хотела бы, в заключении, да, я хотела бы сказать о том, сколько вещей покупаем, или мы говорили, сколько вещей мы покупаем, когда ребёнок только родился. Так. Не очень много. Комплект на выписку, да. Один набор тоненьких носочков. Один набор. То есть, на самом деле, первые носочки, вы быстро из них вырастите. Даже если там парочка будет, они не пачкаются. Много покупать тоже точно не стоит. Один набор носочков тёпленьких. Или, как это, ну, с махрушкой, вот. Так, дальше. Ползунки и лёгкие комбинезончики. 4-5 разных. Больше не надо. Вот один красивый на выписку, там, на праздник. И 4-5. 5 это вообще максимум. Вы столько не износите. Да, повседневных. Хорошо, когда помимо комбинезончика, даже если вы купили одни комбинезончики, да, ну, есть, можете просто для удобства своего ползунки одни купить. И бодики, бодики 2-5. То есть, если вы используете комбинезончик, бодиков больше двух не нужно. Они просто не пригодятся. Так, так, так. Слюнявчики. Мы их купили позже. Они нам тоже были не нужны. И рядок такие прибыл. Они есть поменьше. На кнопочках. Вот. Ну, наверное, всё. Шапочка. Тёплая одна, тонкая одна, тёплая кофточка или комбинезончик, костюмчик, да. Боди 2-5. Если вы используете не ползунки, а комбинезоны, то двух достаточно. Один носите, один стираете. Ползунки лёгкие или комбинезончики 4-5 штук. Носочки. Парочку достаточной. Тёплые носочки и махровые салфетки. Всё. Спасибо. Спасибо.